Светлана Плотцева работает педагогом 10 лет. Последние два года в Самарской 132-й школе учителем химии и биологии. Делится, узнав о дополнительно выделенных средствах для региона, сразу подумала о том, как в Самаре необходимы новые школы. Я как работник в сфере образования, наверное, естественно, хочу сказать, что школ хороших, оборудованных, современных на данный момент не хватает. Поэтому, наверное, лучше еще одну школу на большое количество мест. Такую высокую оценку деятельности наша область получила, безусловно, за счет деятельности Дмитрия Азарова, нашего губернатора, который в 2018 году разработал стратегию лидерства. И многие не верили в то, что она принесет свои плоды, но уже сейчас область получает финансирование дополнительное. То есть первый шаг на пути к будущему уже сделан. Самарская область вошла в пятерку российских регионов, получивших наивысшую оценку деятельности от президента страны и абсолютный лидер в ПФО. За успешную работу 63-й регион получит в следующем году почти полтора миллиарда рублей. Как потратить эти средства будут решать вместе с жителями. То, что губерния получила эти деньги, уже говорит о том, что губерния достаточно успешно развивается. И я убеждена, что эти деньги будут тоже распределены правильно, грамотно и в интересах всех жителей Самарской области. Регионы оценивались по восьми критериям. Среди них наличие высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетной сфере и средняя зарплата, уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и естественный прирост населения. Это ровно то, о чем мы с вами не просто мечтали, а то, что мы с вами проектировали в прошлом году. Формирую обновленную стратегию развития региона, стратегию лидерства. Самарская область не может быть середнячком среди регионов России. И сегодня мы делаем первые, но очень уверенные шаги для того, чтобы вернуть звание лидеру региона, которое мы утратили, к сожалению, в предыдущие годы по многим и многим позициям. Гранты регионам, достигнувшим лучших показателей, распределяли на заседании правительства страны в конце ноября. Всего в список попало 50 регионов. Сегодня уже никто не приедет к нам из других регионов и не будет учить нас, как работать. И говорить о том, что здесь, в Самаре, работать не умеют. Будут приезжать и советоваться. А где-то и учиться у нас. Это ко многому нас обязывает. И, конечно же, мы понимаем, что смотреть на нас будут иначе. А значит, и конкуренция за масштабные проекты, за новых инвесторов, за лучшие умы и талантливые руки будет еще жестче. Но я уверен, что совместной слаженной работой мы справимся. Потому что вместе мы можем больше. Губернатор выразил уверенность, что такая совместная работа приведет к успеху. И все, что запланировано в стратегии лидерства, будет успешно реализовано. Мэри Илчан, Константин Головин, Николай Епифанов, События.